ребята всем привет рубрика вопрос-ответ я хочу сейчас вам рассказать может я хочу вам рассказать вопрос-ответ такой или что мне делать с долгами этот вопрос по моему самый любимый во первых долг может быть перед банком до денежный какой-то перед человеком не должны либо я должен либо долг может быть другим каждого есть долг перед родителями перед детьми перед мужем перед женой перед работой но я как работник должен выплатить что-то или отработать вот всегда есть долг но так как мы уже знаем с вами что весь мир это ваше отражение то что вы своими желаниями материализуете все что вокруг вас творится это продукт вашего желания то долг понятное дело создали тоже вы давайте разбираться понятие долга то есть если мне мир показывает мир моё зеркало в мире что у меня есть какой-то долг либо я должен либо мне значит я считаю то что мир должен мне а мир это я то есть я должна себе либо я должна миру то есть тоже опять же себе как ни крути я везде должна себе и тут возникает вопрос а что же я себе должна то есть первый этап вопросов мы уже с вами ответили то есть если есть хоть какой-то долг то это просто отражение вашего шаблона мышления что вы себе что-то задолжали на вопрос смотря какой долг да если семье маме там детям то это вы задолжали себе конкретно что именно в этом долгие вас так смущает вот именно это вы себе задолжали если банком то тоже надо спросить себя то есть если денежный то ресурс себе задолжали сами себе какой-то ресурс а ресурс у нас если отмести все понятные внешние источники ресурсов то мы задолжали себе внутренний ресурс а внутренний ресурс это ваш внутренний движ это ваша внутренняя энергия это ваш творец это ваше принятие то есть вы задолжали себе себя вы задолжали себе себя потому что вы проявляете только маски вы проявляете только то что хотят видеть другие но Но вы не проявляете себя естественного. Всё, что вы там хотите, кричите, делаете, это всё внешнее, это всё оболочка, это всё маска. Каждое первое ваше желание — это желание вообще не ваше, это каждое первое желание — это желание всего навязанного. И вы просто не понимаете то, что вы задолжали себе свой собственный импульс проявления. Это всё просто. Хотите, чтобы не было долгов? Начните жить только по импульсу. Нахер вам этот ум? Ум — это переводчик, он классный переводчик, это очень круто, что ваш ум выхватывает весь этот опыт, осознаёт, помогает вам осознавать этот опыт. Это переводчик. Этот опыт устаревает в момент его получения, и вам надо всё время новое, новое, новое. А как новое-то получить? Движ нужен вам постоянно, творец ваш должен не спать, женщина должна это принимать, ваше внутреннее. Вы всё постоянно должны себе. Я принимаю весь мир таким, какой он есть? Почему-то это хорошо, что бы ни было, что бы ни происходило, и что бы было всё хорошо. Почему? Можете осознать. Осознаете, у вас это принятие возникнет автоматически. Не осознаете, ну, значит, принять будет сложновато, потому что принять умом — это невозможно. Вот, блин, ногу оттыливают, да? Ну, невозможно принять, это же больно, капец. Но когда вы осознаёте и потом говорите, блин, да классно, что у меня нога отпиливается, я понимаю, для чего я это хотела. Ну, как теперь это по-другому, не лишая себя ноги, сделать? И вы запускаете этот движ, потому что вы идёте и даёте себе это. И вы начинаете исполнять свои желания, исполнять свои хотелки так, как вам надо, так, как вас радует, так, как вас распирает. Вы когда радуетесь, вы когда кайфуете, вы испытываете вот это вот состояние офигенности, что вам так классно, и вы хотите, чтобы всем было классно. И вы просто хотите вот эта благодать божественная, она в вас вскрывается, когда вы исполняете свои желания, захотели, сделали, импульс, ничего не вас не сдерживает. Вы вот это вот захотели, сделали, пошли, и вот чувствуете вот этот подъём, и вам хочется ещё, ещё, ещё творить. Вот эта жадность ваша, но не до денег, блин, не до славы, не до богатства, а ваша жадность до жизни, до кайфа, до радости. Но не внешних источников радости, как еда, там, качельки, секс, езда машины, там, квартиры, хорошая одежда или ещё что-то. Нет, не внешние источники радости, там, фильмы, музыка, а внутренние источники радости. Внутренний источник радости — это когда вам хорошо, когда вы живёте по импульсу. Каждый момент времени вы, блядь, осознаёте, что творится сейчас, что я сейчас хочу. Вы часто себя сдерживаете, часто себя сдерживаете. Мало того, что вы себя сдерживаете, так вы, блядь, всех вокруг сдерживаете. Вы каждый раз говорите так, туда не ходи, это не делай, ты плохая, ты врёшь, а ты, блин, не так делаешь, а ты не так посуду моешь, а у тебя руки к руки. А вы, блин, вы рамками просто вот своими уже себя обложили, а потом ещё всех людей пытаетесь в эти рамки засунуть. Живите без правил, уже тысячу раз в видео сказано. Создавайте свои собственные правила. Вы творец. Когда каждый, каждый начнёт жить по своим желаниям, у вас пазлы вот так вот просто сойдутся. И если вы займёте точку обзора, что все пазлы желаний совпадают, что вы резонируете с каждым человеком только тогда, когда вам друг другу это нужно, и когда вы это осознаете, вы перестанете бояться или стыдиться. Потому что страх и стыд – это вот, блин, самые главные наши тормоза. Жить без тормозов – круто, но вы эти тормоза осуждаете, потому что шаблоны мышления вас не пускают, и вам кажется, что это плохо, вы там кому-то навредите. Разве я хочу кому-то навредить? Да я никому не хочу навредить, я хочу любви, счастья и радости. Но любовь, счастье и радость – это не только хорошее, это и всё плохое, потому что ни хрена нет ни хорошего, ни плохого. Есть просто есть, есть проявление, собственное уникальное проявление. Уникальное проявление – это когда вы живёте по своим желаниям, здесь сейчас понимаете, что я хочу здесь, сейчас получить. Так вот, ваши все долги в материальном мире – это всё лишь проекция ваших шаблонов мышления о долге в голове. Вы должны себе, как ни покрути, вам должны или вы должны. То есть мир вам должен или вы миру, то есть сами себе в любом случае должны. Так вот, вот этот долг сам себе, какой, что вам не хватает? Вам не хватает, осознайте, что вам не хватает. Вам много чего не хватает, и вы этого в себе не даёте. Вы всё время стыдитесь этого, вы этого боитесь. А все страхи душа желает реально прожить. Вы можете их проживать ментально, ну, ментально проживать уже тысячу раз тоже сказано, как ментально прожить это, представить эту ситуацию, закрыть глаза и просто, блядь, сфантазировать эту жизнь, прожить её. И ты уже на заре своей жизни, перед смертью, когда уже, например, боялся быть инвалидом, прожил жизни инвалидом и спрашиваешься, а дальше что, а дальше что, а дальше что. Ну, вот я сейчас без ноги, ну, лежу, ну, так, так, чё б я делал, чё б я делал, так, а дальше, а дальше-то что. Вывод какой в конце. С задним числом нам всегда всё понятно. Так вот, вы делаете этот вывод и понимаете то, что, блин, а чё бояться-то, надо идти и делать. И страха-то никакого на самом деле нет. Вы просто хотите отключить в себе вот это творчество, потому что шаблоны мышления вам навязали. О том, что вот так вот надо, блядь, по-правильному делать. Туда не ходи, это не делать, то, а кто вам это сказал? Вот скажите, почему ваша правда такая, да? А вот, блядь, правда, остальных людей, она правдивее, точнее, правильнее, с хрена вообще. Кто сказал, где вот этот баланс? Так же и с красотой. Этот красивее меня. Мы недавно разбирали такой вопрос с девушкой. То есть, про долг мы уже закончили, вы поняли, да? То, что вы себе задолжали ваше проявление и ваш долг. Если у вас огромные долги, вы должны кучу денег, и даже за эту же ипотеку долбанную, то вот такой ресурс вы себе любви задолжали. Осознавайте, я не хочу за вас рассказывать. У каждого индивидуально будут ответы, у каждого индивидуально свой долг какой, что вы боитесь делать, что вы боитесь проявлять. Вы хотите, но не делаете, что-то вас сдерживает. Ну, естественно, рамки в голове. Вы думаете, это плохо, это грех, но грех умирать. Грех — это что бы вы ни делали, если это ведёт вас в слив энергии, в грех, когда, блин, вы умираете, когда вы на этом теряете себя, себя теряете, тогда вы умираете, и это грех для вас. Но всё, что вас поднимает, всё, что вас делает более целостным, это не грех. Для кого-то грех убить, но если вы убьёте, это будет для вас такой опыт специальный, да, душа пришла прожить. Это нужен вам опыт, без всяких обидок на себя, без всяких сожалений, без всякого чувства вины и так далее. Это вас реально наполнит, хотя вряд ли, конечно, вас наполнит. Но я просто почему такой сильный пример привожу. Но если лично вас, единственное в мире во все времена человека, это поднимет, тогда для вас это не грех. Вы поднимаетесь, вы становитесь целостным. Так, все люди — это всё один единый организм. Вы в целостность приводите. Всех людей, весь мир, всем хорошо, вам хорошо, всем хорошо. Но когда вы умираете, это грех, потому что вы делаете всем плохо, не только себе, всем плохо, понимаете? Ладно, я ушла и хотела какой-то вопрос ещё разобрать, и заговорилась, и забыла. В общем, долг — это во внешнем проявлении, так как во вне долги — это всего лишь проекция в вашей голове. Это вы себе задолжали. Осознайте, что вы себе задолжали, какие у вас долги перед самим собой. Вот, радость вы себе задолжали. Ну, там, большинство ответит, окей. И вы рейнетесь проходить опыт внешних источников радости. И причём они не наполняют, это всего лишь внешний источник, искусственный источник. Он убивает. Но вы не осознаете свой внутренний источник, пока вы не пройдётесь по внешнему. Просто это очередная ступенька. И каждый раз, чтобы, например, стать взрослым человеком, нужно побыть ребёнком, потом вам нужно побыть подростком, там, расти, расти, расти. Так же и здесь. Открыть внутренний источник, вы через внешние источники вряд ли, вернее, лишая себя внешних источников радости, вряд ли вы вдруг возьмёте и откроете. Вот, можно открыть. Ну, не знаю как. Потому что в мире можно всё. Всё, что вас наполняет, всё, что вас вдохновляет, и всё, что вас радует. Так, что я хочу сказать. Кто-то скажет, блин, Иль, я не согласен. Сейчас все пойдут убивать. Есть повёрнутые на голову, которые радуются от этого. Нет таких людей, которые от этого бы радовались. Я имею в виду, что нужно делать то, что вас реально радует, то, что наполняет вас любовью. Когда вы убьёте, естественно, порадуйтесь. Хи-хи-хи. Это уже шизофрения, походу. Это будет искусственная радость. Это не та радость, которая наполняет любовью. Вот. Так что не призвай никого убивать. Что же я хотела сказать-то, я не помню. Такое прикольное. Ну ладно, вспомню. В следующем видео озвучу.